Вот наши цены. Посмотрите, это еще пока старые наши цены. 2812 рублей. О том, что с Нового года плата за детский сад снова вырастет, жительница Заинска Диляра Медведева узнала от заведующей детского сада. Родителей настоятельно просили подписать документ о том, что никто из них не возражает. В этот же вечер мать двоих детей составила в интернете петицию на имя президента Путина и начала сбор подписей. Петиция о том, что Татарстан не просит, он уже требует, чтобы цены хотя бы немного снизили, уж тем более не повышались. У многих долги в садике. Некоторые детей ведь забирают, не могут оплачивать. Начиная с января родительская плата вырастет в среднем на 200-300 рублей. С учетом того, что в следующем году в сад должна пойти младшая дочь Диляры, расходы семьи увеличатся вдвое, до 7 тысяч рублей. Уже сегодня Диляра понимает, что такие расходы они просто не потянут. Это очень дорого. У нас здесь работы вообще нет. Если она и есть, она оплачивается 8-10 тысяч в среднем. В Казани новость о предстоящем повышении пока не распространяют. Хотя эту информацию сегодня официально подтвердили в мэрии города, подчеркнув, что оплата подорожает в пределах инфляции. Но точных цифр пока никто не называет. Все ждут официального документа от республиканского Минфина, который должен предоставить расчеты со дня на день. Первыми прокомментировать ситуацию на камеру отважились в районах Татарстана. Если в этом году родители платят 2812 рублей, то в следующем году эта сумма составит 3038 рублей. Но при этом надо сказать, что все компенсационные выплаты, как основные, так и дополнительные, они сохраняются. В том, что детские сады в Татарстане становятся дорогим удовольствием, можно убедиться, сравнив цены с другими городами. Так, в Рязани родители платят 1400 рублей. В Ульяновске – полторы тысячи. Самые доступные садики в Санкт-Петербурге. Там плата составляет всего 1200 рублей. До недавних пор платы за детские сады в республике не индексировались. Все изменилось в 2014 году, когда вступил в силу новый российский закон об образовании. Тогда размер базовой платы вырос сразу вдвое. Не в пользу родителей изменился и порядок перерасчета. Теперь за детский сад платят даже в том случае, если ребенок не посещал его, к примеру, целый месяц. Новый закон вызвал волну протеста. Возмущенные родители собирали подписи и устраивали митинги. Но это не сработало. Еще раз плату повысили в начале 2015-го. И вот теперь тарифы вновь собираются пересмотреть. Я против, конечно же, так как работаю сама в бюджетной сфере, и зарплату нам никто не повышает. И проезд дорожает, и вся жизнь дорогая. Тяжело нам жить, очень тяжело. Пусть задумается государство наше, не знаю, как жить нам. Айгуль Незамудинова, Андрей Трофимов и Альфред Камилевский. Телеканал Эфир.